Именно в этом подъезде жил несовершеннолетний убийца. Больше половины соседей даже и не знала о его существовании. Дворик на улице Жуковского вполне обычный. Ухоженный, много свободного места, ворота на кодовом замке. Вот только соседи в основном друг друга не знают. Я жила в том дворе, в дальнем. Узнала, как вы, наверное, из источника. Большой информации я не имею. Не владею так, что рассказали люди окружающие. Я маму плохо знала. В принципе, они у нас люди новые. Здесь живут лет пять, наверное, шесть. В тот роковой для матери день между родственниками завязалась ссора. Ей способствовал алкоголь. Сходил в магазин с антимуза. Двумя литрами пива, потом еще двумя литрами пива, потом еще двумя литрами пива. В общем, все как обычно. После чего меня позвали в комнату. Мы на протяжении около часа в очередной раз скандалили, как, в принципе, и каждый предыдущий день. Поддавшись какому-то порыву, я схватил один из, скажем так, инструментов, то есть молоток, который находился под рукой, и нанес удары в область левой височной области. Сколько ударов он носил? Приблизительно четыре. Следы преступления Алешенко решил скрыть. Действовал рационально до жути. Он сходил на привоз, купил мешок цемента и кирпичи. Хотел замуровать тело в стене, когда не получилось, зацементировал в бельеом отсеки дивана. Юношу знали только соседи по лестничной площадке и несколько сторожилов. Вполне возможно, он отчетливо понимал, что делает. Бабушка оставила ему наследство, а так как он еще несовершеннолетний, мать могла держать его часть у себя. Там разговор о деньгах был еще и раньше. Дача какая-то была продана за 11 тысяч долларов, и он тоже хотел эти деньги. У него какая-то девочка в Москве, он через интернет с ней познакомился. Вроде бы как она сюда приезжала в Одессу, он хотел с ней погулять. Он начал представляться очень мальчиком таким состоятельным, то есть ему надо было перед ней показать вот этот вот весь свой шик. Ну а мама, конечно, понимала, что он еще несовершеннолетний, как бы рановато. По информации издания «Таймер», за последний месяц Алексей постепенно начал терять рассудок. Загадывал странные загадки своим друзьям, типа как спрятать труп в квартире, не выходя из нее. Против него открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». До 12 лет тюрьмы только мать это не вернет. Юрий Гальченко, Александр Нелупов, телекомпания АТВ.